Медицинский колледж Республики Башкортостан, из Чукотского даже автономного округа, из Казахстана, это уже, скажем так, ближние зарубежья, ну и из других ближайших государств. Желание стать врачом появилось у Виктории в восьмом классе. Тогда же определилась и с направлением. Мама стоматолог, поэтому решила продолжить семейную династию. Кто боится ответственности, тот и не пойдет в медицину. И поэтому я думаю, что каждый, кто сюда идет, это осознанное серьезное решение уже взрослого человека, во сколько бы он не решил сюда идти. Интерес к профессии растет с каждым годом, говорят преподаватели. Не исключает, что престиж повысился в условиях пандемии. Большой роль играет и то, что сейчас врачи работают на современном оборудовании. Их труд оценивается вполне достойно. В среднем специалисты в нашем регионе получают 74 тысячи рублей. И ребята, студенты работали в красных зонах санитарами, братьями, ассистенты, профессора, доценты тоже работали в силу своей профессии. Это очень важно. Наши студенты взяли несколько крупных очень призов на международных конференциях. Среди поступающих есть стабальники. Это тоже позволяет надеяться на то, что перспектива есть. Поэтому оптимистично смотрим и на сегодня, и на завтра. Немаловажную роль оказывают и меры соцподдержки. А их сейчас для медиков достаточно. Меры социальной поддержки не только для врачей. Вы знаете, что федеральная программа «Земский доктор», «Земский фельдшер» в этом году расширена за счет привлечения первичного звена на фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты медицинских сестер и акушерок. Они также имеют право на выплаты. Раз. Дальше мы федеральную программу за счет средств областного бюджета расширили. И мы ее распространили на тех ребят, которые желают вернуться в свой родной дом, в свое родное село и стать там заведующим, допустим, фельдшерско-акушерским пунктом. Также на Южном Урале успешно реализуется программа получения служебного жилья. В прошлом году для медицинских работников приобрели 100 квартир. В этом пошли дальше. Планируют предоставлять дома с земельными участками. Наталья Кудряшова, Владислав Шмаренков, Урал-1.